Здравствуйте, уважаемые профессионалы и любители шарочной игры. Сегодня мы с вами рассмотрим классную ловушку, в которую попадаются периодически даже мастера спорта. Она возникает после ходов GH4, FE5. Ну и здесь белые, чтобы уклониться от хорошо изученного дебюта обратный кол, играют ED4. В этой позиции у черных есть два ответа, GF6 и EF6, но я рекомендую играть EF6. Этим ходом мы ставим ловушку. Хочу открыть вам тайну, я раза три мог проиграть позицию за белых, но, к моему счастью, соперники не знали, как точно довести партию до победы, и мне всегда удавалось убежать на ничью. Здесь в этой позиции правильно играть DE3, и после хода AG5 возникает дебют, игра жертва Шошина Харьянова. На днях я его подробненько разберу. А сегодня мы с вами рассмотрим ход FE3. Вроде бы безобидный ход, но на самом деле он уже проигрывает партию. Как это происходит? Черная игра DC5, и видите, полностью связали центр белых. У белых теперь есть два хода, HG3 и EF2. После EF2 черные проводят красивую комбинацию. Можете поставить видео на паузу и попытаться найти выигрыш за черных. Черные играют CB4. Видите, приходится бить на C5 белым, и тогда проводим первый удар. Выбиваем шашку C3, и затем за счет ослабленности поля E1 проводим свой финальный удар. Отдаем HG5. Прорываемся в дамки и снимаем 4 шашки соперника с выигрышем. Такая красивая комбинация. Возможно после хода EF2. После хода HG3 продолжаем сохранять связку и играем просто CD6. Ну и здесь возможны два хода. Либо GF4, либо ход GH2. Давайте рассмотрим оба. После хода GH2 здесь надо сделать точный ход. DC7. То есть, видите, мы не даем разменяться белым вперед из-за выигрыша шашки. Ну и белым остается только сдаться. А если белые в этой позиции меняются назад, а лучшего не видно, тогда играем GF4. И видите, у белых ослаблено поле G1. Мы грозим выбить шашку E3 и пройти в дамки ходом GF4. Поэтому у белых единственный ход. FG3. Тогда мы снова вторгаемся на пункт F4. Ну и как бы белые не побили, мы все равно бьем сперва на поле F4. Ну и затем белые хотят провести размен 2 на 2. Игра от AB4. Здесь, конечно же, бьем на E3. И у белых не удается провести вот этот стандартный размен. То есть, после размена мы заходим в любки. И выясняется, что либо белые отдают шашку G3, либо черные проходят в дамки. В любом случае, позиция черных выигранная. Рассмотрели ход GH2. После размена GF4 мы снова играем на связку. Играем D5. Видите, у белых участвуют в игре только вот эти 3 шашки. Остальные шашки, они связаны. Видите, они не играют. Вот это основная беда белых. То есть, на ход FG3 здесь уже играем именно D7. Ну и здесь, возможно, также два хода. Либо GH4, либо GH2. Давайте рассмотрим оба. После GH2 более простой выигрыш, логичный. Играем ED6. Ну и на размен GF4 надо здесь разменяться именно B5 назад. Обратите внимание, что простой размен FG5 не ведет к выигрышу. Мы выиграли шашку, но белые, благодаря удару по затылку, так называемому, отыгрывают шашку и постепенно уравнивают игру. То есть, в этой позиции аккуратно меняемся назад. И обратите внимание, ходы CB4, AB4 невозможны из-за хода DC5. Также CD4 и ED4 невозможны из-за хода FE5. И черные побеждают. Поэтому у белых единственный ход, EF2. Тогда играем DC5. Ну и тут возможны три хода. CD4, FE5 и FG3. Давайте рассмотрим все. После CD4 черные проводят комбинацию под названием кинжальный удар. Поставьте видео на паузу и попытайтесь найти выигрыш за черных. Играем CB4 и затем FE5. Несложная комбинация. Ну и куда бы белые не побили. Допустим, на D6. Прорываемся в дамки и легко побеждаем. После размена FE5 просто играем CB6. И видите, здесь на любой ход играем либо CB4, а на BC3 или DC3 играем уже CD4. Ну и остаемся с лишней шашкой. Например, вот таким образом. Постепенно побеждаем за счет лишней шашки. Остался единственный нерассмотренный ход FG3. Тогда здесь уже играем FG5. Ну и здесь возможны два хода. GH4 и CD4. Другого нет. На ход GH4, то есть белые снова хотят провести размен 2 на 2. То есть на обычный ход какой-нибудь CD6, допустим, да, снова белые проведут удар по затылку и постепенно уравняют эту позицию. Но здесь выигрывает небольшой удар под названием присоска или контрудар. То есть играем именно CB4. Белым приходится бить именно на А5. Ну на Ц5 бить бесполезно, потому что мы сыграем CB6. А после того, как белые бьют на А5, играем CD6 или CB6. Кому как нравится. Ну и постепенно проводим шашку в дамке и побеждаем. Так, на ход CD4 меняемся, CD6. Ну и здесь также возможны два хода. Видите, черные грозят сыграть GH4, поэтому белым надо играть либо GH4, либо DC3. Давайте рассмотрим оба. На ход GH4 здесь уже самостоятельно найдите снова присоску или контрудар. То есть обычные ходы не выйдут к выигрышу, здесь выигрывает снова только присоска CB4. Ну и как бы белые не били, черные здесь успевают прорваться на правом фланге белых и постепенно побеждают. Остался единственный ход DC3. Тогда играем GH4. Ну и на ход CD4 белые жертвуют шашку и пытаются прорваться в дамки. Но у них это, конечно же, не получается. У нас все предусмотрено. Здесь снова в третий раз уже выигрывает присоска или контрудар. Попытайтесь найти его сами. Очень красиво. HG5. Неожиданный ход. И белые стоят перед дилеммой. Если побить на C3, тогда черные бьют на E3 и постепенно проходят дамки и побеждают. Поэтому белые выбирают побить на H6. Ну тогда жертвуем шашку, не пускаем белых в дамки и ведем свою шашку в дамки. То есть на ход ED6, видите, белые грозят подорвать пункт F8. Поэтому играем GF6. Ну и затем на любой ход ставим дамку на G1 и обрезаем белых по двойнику. И легко побеждаем. Вот такой выигрыш. Так, рассмотрели ход GH2. После хода GH4 здесь более сложный выигрыш за черных, но и более красивый. Смотрите. Играем ED6. Продолжаем сдерживать левый фланг белых. Ну и на ход EF2 единственный. Играем HG5. Далее возможно FG3. И здесь играем GH6. Ну и тут возможны два хода. GH2 и GF4. После хода GH2 здесь у черных более простой выигрыш. Строим ударный кулак на своем левом фланге. Играем FG7. Ну и на размен вперед, назад бить бесполезно. Если побьют назад, просто играем DE5. Там легкий выигрыш. Ну либо GH4. Поэтому приходится бить вперед. Тогда играем BA5 и бьем на C5. Ну и на единственный ход CD4. Здесь уже начинает как раз работать кулак на нашем левом фланге. На этой... Прошу прощения. На этой было рассчитано. Играем CB4. И затем проводим вот такой несложный удар. Попадаем в дамки на поле Е1. То есть ход GH2 проигрывает. В этой позиции поэтому белым приходится меняться назад. GF4. Здесь черные делают очень классный ход. Просто потрясающая красота сейчас будет на доске. Играем BC7. На первый взгляд это несуразный ход. То есть черных, смотрите, сдвинута царская шашка D8. Лишились опоры еще на B8. Но все выясняется после напрашивающегося хода белых CB4. Если белые так играют, черные проводят очень красивую и сложную комбинацию. Под названием круг почета или чертово колесо. Можете поставить видео на паузу и попытаться найти выигрыш за черный. Если вы его найдете, то получите незабываемое эстетическое удовольствие. Черные начинают и выигрывают ходом FE5. Отдают две шашки. Затем отдают еще одну шашку HG5. Затем пропускают белых дамки ходом FE7. Отдают еще две шашки. Просто каскад жертв. И затем играют B5. И наносят свой финальный удар. То есть, видите, по кругу бьем. Это называется круг почета или чертово колесо. Ну, в зависимости от того, кто его проводит. Для черных это круг почета. Для белых это все-таки чертово колесо. Если белые в этой позиции замечают комбинацию, играют FG3, тогда нападаем GH4. Ну и тут возможны два хода. GF4 и GF2. На ход GF2 надо сыграть точно FG7. Только этот ход выигрывает. А вот ход DE5 все-таки ведет к ничьей. Напрашивающийся ход, но он не выигрывает. Белые проводят вот такую комбинацию. Играют AB4 и нападают сразу же на две шашки. Ходом EF4. Надо закрываться за D6. Белые жертвуют еще одну шашку. Меняется FG3. И затем меняется DC5. Ну и прорываются на предамочное поле. Здесь черные победить не могут. Так что будьте внимательны, друзья. В этой позиции нельзя играть DE5, отмечу красненьким. Надо играть именно FG7. Теперь у белых единственный ход. CB4. Тогда мы проводим удар. Отдаем две шашки. Ходом BA5. И бьем. Так, три шашки вернее. И бьем в дамки на поле E1. Но отходить дамкой, допустим, на D8 нельзя. Потому что мы просто отдадим шашку GF6 и прорвемся на поле H2. Поэтому белые максимально сопротивляются. Играют GF4. Но это им не помогает. Здесь у черных форсированный выигрыш. Играем ED2. Надо бить до конца. И бьем на H2. В чем идея тут? Видите, дамки белых не пошевелятся. Играют только шашки. Ну и допустим, на ход BC3. Здесь уже играем HG5. С идеей поймать дамку белых. Ходом GF4. Поэтому у белых здесь единственный ход. Fe3. Лучшего не видно. Тогда меняемся же F4. И снова стоит угроза Fe5. Белые это видят. И играют CD2. Единственный ход. То есть сейчас ловить Fe5 нельзя. Так как белые побьют. И мы вынуждены будем побить на поле B2. И белые постепенно достигнут ничьей. Поэтому здесь надо сделать точный ход. FG5. Выжидательный ход. Теперь уже точно грозим поймать дамку белых на любой ход. А на ход Fe3 единственный. Играем G6. Ну и здесь уже, допустим, на любой ход. А B2, допустим, уже ловим дамку белых неминуемую. Играем GF4. Ну и дамка белых гибнет. Мы здесь легко побеждаем. Так. Если белые в этой позиции играют GF4. Мы снова делаем очень красивый ход. Fe7. Черные вообще лишили себя опорных шашек. Осталась только отсталая шашка H8. Но все равно они здесь побеждают. Здесь возможны два хода. GF2 и CB4. Давайте рассмотрим оба. После CB4 снова подрываем позицию белых. Вот таким ударом играем B5. И прорываемся в дамки. Видите, грозит ловля дамки белых ходом FG5. Но белые еще максимально сопротивляются. Уходят на A5. То есть, видите, черным приходится отдавать три шашки взамен за дамку белых. Ну и лучше всего здесь побить вперед. Теперь у белых лучший ход ED4. Сильнейшее сопротивление. Мы играем на A5. То есть, уже грозим напасть с поля B6. Поэтому белым приходится играть DC5. Тут играем ED8. И ставим неотразимую комбинационную угрозу. То есть, как бы белые здесь не играли. AB4 или BC3 или CD2. Давайте рассмотрим CD2. Наверное, сильнейшее сопротивление. Мы проводим комбинацию. Можете поставить видео на паузу. И попытаться найти выигрыш за черным. Он не сложный, но довольно-таки симпатичный. Играем SG5. Затем FG5. И наносим свой финальный удар. Играем ED6. Видите, здесь в комбинации участвует уже дамка. Ну, бесполезно играть GF2. Просто сыграем CD2. И обрежем шашки белых по косяку. Поэтому приходится играть BC3. Тогда играем дамкой на E3. И обрезаем белых уже, видите, по двойнику. На единственный ход AB4 играем SG3. Ну и здесь все как по нотам выигрыш. Давайте вкратце рассмотрим. B5, GH2. CB4. Ну, ушли дамкой на А7. AB2 ушли обратно на E3. BC3. Снова ушли дамкой на А7. Бегаем туда-сюда. Ну и на ход BC5 бьем, ну, допустим, на А1. Далее AB6. Играем дамкой на E5. Ну и на ход BA7. Не даем черным пройти в дамки. Ставим дамку на B8. На ход GF2 единственный. Ставим вторую дамку. Белым приходится жертвовать FG3. Вроде бы добрались до дамок, но их дамка после хода черных G на А7 неминуемо гибнет. Возникает прием так называемых столбняк. Белые вынуждены сдаться. Поэтому в этой позиции после хода FE7 приходится белым играть GF2. Ну и тут уже черные играют FG5. Ну и тут возможны два хода. FE5 и CB4. У CB4 очень быстро проигрывает. Буквально в один ход. Играем BA5. Пропускаем белых дамки. Ну, тут же эта дамка белых гибнет. Белые еще могут поймать дамку черных. Ну, просто здесь меняемся назад. И за счет лишних двух шашек легко выигрываем. Поэтому в этой позиции белые еще максимально сопротивляются. Жертвуют шашку FE5 и нападают CB4. Закрываемся CD6. Ну и здесь есть три хода. FG3, DE5 и BA5. После BA5 проводим двойной удар. Играем FG3. Отдаем две шашки. И затем прорываемся в дамки и бьем именно на A5. Белые вынуждены бить шашкой на B6. И мы красиво снимаем дамкой три шашки. Ну и здесь также легко побеждаем. Просто прорываемся в дамки постепенно. Ну и две лишние шашки. Тут легкий выигрыш. Так, если белые играют в этой позиции DE5, тогда уже играем B5. Ну и здесь, видите, белые побили только одну шашку, а черные сразу же три. Вроде бы дамка черных гибнет. Ну, обратите внимание, CD2 здесь нельзя играть из-за простого. ЕД6, и черные побеждают. Поэтому белые вынуждены ставить дамку в этой позиции. Играть на B8. Ну, просто бьем на D2. И как бы белые не били, они проигрывают. То есть без разницы на Е3 побьют или дамкой. Просто ставим дамку тогда, новую. И видите, постоянно стоят угрозы GF4. И черные побьют дамку белых. Здесь легкий выигрыш. Ну и последний ход здесь. Возможный FG3. Тогда бьем шашкой на F2. Ну и после всех разменов белые еще сопротивляются. Играет B5. Здесь важно быть щедрым. Не жадничать. Отдаем 3 шашки белым. И прорываемся в дамки. То есть видите, обрезали белых по косяку. Ну и здесь черные легко побеждают. Если понравилось видео, ставь Лукаса. Подписывайся на канал. Пишите комментарии. Задавайте вопросы. Если что-либо непонятно, отвечу на все вопросы. До свидания, друзья. И давайте воевать только на шахматной и шашечной досках.